Всем привет, друзья! С вами сегодня Турямбыч. Немножко Британии в нашем эфире. В гостях Нельсон. Линкор седьмого уровня, премиумный, который можно у нас в игре получить за свободный опыт. На стримах часто меня спрашивают, скажи Турямбыч, а вот имеет ли смысл покупать себе Нельсон, или же все-таки там копить свободку уже до более старших уровней. Вот мы сейчас с вами, ребята, разберемся, как чувствует себя этот аппарат, имеет ли смысл его приобретать, или же лучше все-таки сжать зубы, или что вы там можете сжать и копить до девятого уровня. Вот. Сразу скажу, что по поводу Белфаста есть у меня одна интересная новость. Мы записывали с вами видео по поводу Белфаста и выясняли, почему там Белфаст один, почему Белфаст другой, почему Белфаст на седьмом уровне одного вида, почему Белфаст на восьмом уровне другого. Оказалось, что на самом деле Белфаст вот этот вот, восьмого уровня, это как раз предыдущая версия корабля, который был перестроен в, по-моему, 50-х годах. У него были сняты торпеды, снято ПВО, и, в общем, я так понимаю, что он просто был подготовлен к демонстрационному режиму, потому что он вот именно в таком виде сейчас стоит как раз на Темзе в Лондоне. И редкий случай, когда корабль седьмого уровня является более старшим по возрасту, то есть более современным, точнее, да, получается более современным, чем более старший по возрасту Белфаст 43, но который сейчас на восьмом уровне. Вот, большое спасибо разработчикам, с которыми мы вместе разбирались. Они красавчики, все-таки объяснили, что как. Но на самом деле, конечно, странновато, что темерка более современная, восьмерка нет. Ну и по давешней традиции, ребята, ваши комментарии продолжают попадать в наш эфир. И сегодня это Сергей Федюков, FSG Perm. Он попадает в эфир и получает CCT-контейнер. У нас не получилось, к сожалению, набрать тысячу лайков под видео про Белфаст. Всего вот на нынешний момент 774. Тут еще реклама классная. Вот, поэтому, ребят, если хотите розыгрыш не одного контейнера, а целых трех, пожалуйста, ставьте лайки под этим видео, поддерживайте Турямбыча. Ну и, конечно, пишите свои комментарии. Не забывайте свой игровой ник ставить в описании, чтобы получить код на форуме. Все, пацаны, на этом заканчиваем, я надеюсь, ну, по крайней мере, на некоторое время историю с Белфастом. И переходим к Нельсону. Посадил я сюда сразу вот такую вот внушительную командиршу, скажем так. Она немножко анимешная, но иногда, знаете, девочке тоже на них хочется посадить. Не все же на мужиков смотреть. Что же это за корабль такой? Кстати, вопреки сложившейся традиции, потому что в последнее время очень много именно бумажных кораблей вводят в игру, это совершенно не бумажный, реально существовавший линкор, точнее, линейный корабль с оригинальной компоновкой, спроектированный в рамках договорных ограничений. Был вооружен 406-мм орудиями главного калибра, сконцентрировав в трех башнях носовой части корабля. Первый линкор Королевского МС, бронирование которого соответствовало схеме «все или ничего». Это, вы знаете, такая схема бронирования, когда бронируется в основном центральная часть корабля, а конечности бронированы меньше. То есть здесь идет именно разговор про самую-самую такую центральную, самую важную часть корабля. Вот она здесь и позабронирована. На самом деле бронирование, конечно, достаточно слабое. 300 мм, 330-356, но при определенном условии корабль, у него, как видите, все орудия направлены вперед, можно вот таким вот образом танковать и наносить урон, не подставляя ни борт, ни корму. В общем, при определенных условиях чувствует себя он весьма уверенно в плане брони. Но, к сожалению, стоит довернуть борт или попасть под фугасный обстрел, и вот тогда у нашего с вами Нельсона и начинаются проблемы. Кстати, по схожей схеме есть у нас два корабля в игре, которые были вдохнов... Вдохнов... Вдохновлены? Вдохнов... Как это правильно сказать? В общем, разработчики вдохновились. Русский язык, привет! И построили... Вот такое он построили. Напроектировали вот такого вот Ленина и вот такого вот прекрасного изюма. Оба этих корабля не были построены в металле, но, очевидно, проекты существовали либо в реальности, либо где-то в голове у разработчиков. Не знаю, надеюсь, что где-то там они точно существовали. И вот такие вот корабли были запроектированы. Смотрим, возвращаемся к нашим Нельсинам. Живучесть 59 400 единиц. Не рекорд для своего уровня, но в качестве хорошего бонуса здесь фирменная британская крейсерская хилка. То есть, отхиливает очень большое количество урона. То есть, Нельсон, в принципе, и дамаги получает много, но и дамагу хилит очень здорово. Поэтому пожары и затопления кораблю, в принципе, не страшны, поскольку они отхиливаются практически полностью. Но прямой урон хилится только на 50%, и цитадельный, соответственно, тоже. Я отдельно обращу ваше внимание, ребят, про кормовое бронирование. Здесь можете посмотреть траверс цитадели 254 мм, а дальше идет просто дырка в 32 мм. Поэтому любой Нельсон, который расположен кормой, полукормой и так далее и тому подобное, это просто цель для напихивания туда всего, чего только можно. Сейчас должно быть какой-нибудь мемасик там, полицейская академия, голубая устрица, ну вы понимаете. В общем, вот эта вот часть, она супер-пупер уязвима не только у Нельсона, но и у любого другого мужика. Поэтому, ребят, берегите корму, не подставляйте ее к противнику. Вот, противоторпедная защита 19%, не бог весть что. Артиллерия, кстати, очень хорошая. Должен сказать, что артиллерия здесь классная, 406 мм. Часто люди, как на британцах, обычно стреляют фугасами здесь, но это совершенно избыточная история, потому что можно палить и ББшками. ББшки наносят хороший урон и линкорам, и крейсерам. 18 км в дальность не бог весть что, конечно. Но вот в среднем бою, да и в ближнем бою, корабль показывает себя очень неплохо именно на бронебойных снарядах. Хотя, конечно, если проблема, если к вам там носом стоит какой-нибудь мусаши, можно вполне себе его и сжечь. Но могу сказать, что калибр 406 мм. это хороший вариант. И, если что, практически любой корабль пробивается. Ну, разве что, может быть, Советские Союзы и всякие там и прочие в нос не очень. Ну, тогда можно и фугасы применить. ПВО достаточно средненькое здесь, я бы даже сказал посредственное. Несмотря на то, что есть вот такие вот башни еще ПМК. Кто-то, может быть, умудряется его и в ПМК точить. Но здесь дальность ПМК не особо какая большая. За там около 7 км. Да и, в общем, стрелять особо ПМК тут нечем. Тут есть только крупнокалиберные башни, а толку от них, прямо скажем, мало. Ну и ПВО достаточно средненькое. Но, опять же, смотря чем по вам будут кидать. Если это фугасы, если это штурмовики, они наносят достаточно большой урон. Но очень хорошо он отхиливается. Поэтому Нельсону пожары, затопления, опять же, повторюсь, не страшный. Страшен цитадельный урон. Ну и прямой, конечно, урон тоже ББшками не очень крут. Максимальная скорость 25 узлов. Маскировка 13,4. У меня 10-перковый командир здесь. Собственно, можно было бы, конечно, поставить что-то более интересное. Но пока что и это сойдет. Что вам пригодится? Желательно, конечно, иметь отчаянного. Очень пригодится мастер-наводчик. Я, может быть, даже прямо сейчас вот этой красавице его и возьму. Потому что, ну, хорошо, когда пушечки чуть быстрее крутятся. Безусловно, суперинтендант на лишнюю хилку. И мастер маскировки пригодится, если вы не хотите светиться шибко далеко. А вот что касается противопожарной подготовки, это, ребята, не самый необходимый перк. Именно по той причине, что очень хорошо здесь пожары отхиливаются. Далее. Можете вы взять систему наведения здесь в качестве модуля. Но, как вариант, можете оставить и... В смысле, поставить орудие главного калибра. Но я смотрю, что поворот 38 секунд, в принципе, достаточно неплохо. А вот брать вспомогательное вооружение смысла особо никакого не имеет. Потому что вы часто танкуете носом, вам часто бросают по орудию МГК. И можно их таким образом потерять. Ну, собственно, что. Модули, перки рассказал. Отправляемся с вами в бой. Ребята, напоминаю, что с вас лайк. С вас подписка на канал. Если еще не успели это сделать, у нас самые интересные и самые своевременные видео по World of Warships. Поэтому, ребятки, лайкосик не забываем. Вот так вот красиво. Прямо вообще. Хоть телевизор попадай. Значит, куда мы с вами можем попасть на своем Нельсоне? Против семерок и против девяток. В общем, с одной стороны, с одной стороны, это нам не очень страшно. В том плане, что если мы попадаем против девяток, калибра нам хватает воевать с ними. Ну, а вот прочности корпуса нам, честно говоря, не хватает и для семерок тоже. То есть, корабль бронирован, конечно, но сказать, что это прям такая вот супер-пупер броня, которая все выдерживает, я бы не сказал. Особенно плохо Нельсон относится именно к фугасам, потому что они пробивают корпус, палубу достаточно уверенно. И чем выше вы попадаете по уровню, напомню, что с восьмого до десятого уровня, ну, в данном случае до девятого, у крейсеров становится пробитие калибра 152-180 мм. Ну, нет, кстати, 180 нет, 152-155, увеличивается у них пробитие с инерционкой, и они очень часто ее берут и, соответственно, пробивают нас прям во все возможные отверстия. Поэтому вот белый урон от крейсеров очень болезненно воспринимает сам себя Нельсон. Мы попали против пятерок, ну, собственно, здесь особо никого страшного нету. Ну, с одной стороны, вы знаете, вы когда попадаете в топ, кажется, что это хорошо, да? Но если мы с вами рассматриваем корабль для фарма, то есть на котором нужно наносить большое количество урона, соответственно, там танковать и туда-сюда, ну, как правило, конечно, за урон у нас дают серебро, вы уже знаете, а если вы не знаете, то я вам расскажу. Самое большое количество серебра дается именно за урон. И причем урон по крупным целям, то есть если вы стреляете по девятке, 10 тысяч урона это совсем не то, что 10 тысяч урона по пятерке. Поэтому, когда вы попадаете на более старшие уровни, вы чувствуете себя экономически более интересно, нежели чем вы попадаете на пятерки и шестерки. И здесь вам придется много чего набить, настрелять для того, чтобы эффективно здесь нафармить. Поэтому сразу скажу, что фарм в этом конкретно бою, если мы с вами там не будем, не знаю, не уничтожим вообще все, прям как там атомным зарядом, фарм будет, скорее всего, небольшой. Есть такое подозрение, там ах все-таки отворачивает. Надеюсь, что пойдет прямо, нет, не пойдет. Недолет будет, недолет, 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 а, недолет, он самый. Вот, ну, нам, соответственно, сейчас надо будет постараться и много-много-много урона накидать, чтобы был сам по себе фарм неплохой. Вот, кстати, что касается фарма, в принципе, нашего с вами Нельсона. К сожалению, он не так велик, как хотелось бы вам, гордому обладателю этого прекрасного корабля. Потому что седьмые премы у нас в игре не очень хорошо фармят по сравнению с теми же восьмерками, где-то процентов на 25, на 30 меньше. И таким образом получается, что вроде как бы это почти восьмерка, то есть и противники практически те же. Но фарма вот немножко не завозит. Куда мы сейчас с вами будем стрелять? Ну, как видите, у нас хорошая баллистика, достаточно уверенно мы выстрелили. Выстрелили уверенно, попали не очень в Амаху. Но сейчас буду кидать в Кирова на отворот, а Киров подворачивает наоборот. Черт, что-то мне сегодня не везет. Ладно, надеюсь, что сейчас мы пристреляемся наконец. Хорошая баллистика, можно достаточно уверенно стрелять. Эту рямбочку. Ну, привет. Верни деньги. За что? Даже прям интересно. Так, ну, как видите, по нам уже полят тут со всех окраин. Хасайда Хасе у нас тут началось. Надо... Надо отворачивать и, собственно, рация сейчас под фокус особо не попадать. Я делаю то, что делать не стоит. Отворачивать корму. Но поскольку достаточно далеко находятся корабли противника, в принципе, я надеюсь, что меня особо пробивать-то в корму не будет. Мы сейчас попробуем с вами побросать по кораблям портюника, которые тут так красиво стоят. Давайте по Йорку попробуем бросить. Не тушусь, потому что... Так, не помню. Не тушусь, потому что можно гореть совершенно спокойно. Можно два пожара прогореть и ничего не случится у нас с этим. Вот. Поскольку достаточно далеко находятся все противники, могу себе позволить заднице повернуться. Но, как видите, очень даже замечательно дают мне взад. Вот, кстати, использую хилку. Использую ее зря, по привычке. Уже, знаете, когда большое пробитие есть, такое, а, черт, надо хилиться. Здесь есть мод, который называется там как-то типа доктор или что-то в этом роде. Он показывает, когда надо прожимать хилку и сколько она отхилит. Ну, я вот на мод-то не посмотрел. И, соответственно, отхилил меньше, чем мог бы. Отхилил 14 тысяч вместо 28. Поэтому первая хилка у нас прошла мимо. Кто виноват? Конечно же, Турямбыч. Ну, впрочем, ничего нового. Кстати, посмотрите, не особо мы попадаем по кораблям. Но то, что долетает, имеет достаточно неплохое пробитие. Я вот, к счастью или к сожалению, не могу сказать точно насчет взрывателя здесь, на этом конкретном корабле. Такой ли он, как у всех бритов, то есть раньше времени взрывается или нет. Но мне кажется, что со взрывателем здесь не все так уж и плохо. И должен он, в принципе, взрываться уже ближе к цитадели. Скорее, чем нет. Два рикошета. Довернула республика. Ой, республика. Революция. Эрн Дюк против революции в центре. Но там я вижу, что проблем особо никаких нет. Нету. Ну и ой, какая шитака. Ну, как водится, по кораблям, которые стоят, в нашей игре попасть очень затруднительно. Но мы, конечно, не боимся трудностей. Будем кидать. Эсминцы, кстати, здесь уничтожили. Поэтому можно чувствовать себя более-менее безопасно. Наверное. Ну, должно хорошо попасть. А шитака... Я понял. Я понял. Да, все нормально. Ну, все хорошо. По стоящим кораблям в нашей игре попасть очень просто. Особенно, когда вы кидаете прям вот. И вот оно должно прям лететь. Все как есть. Знаете, что вот я вам еще хочу сказать? По поводу модерки на точность. И имеет ли смысл брать ее или брать модерку на поворот орудий. Я тут давеча для себя решил, что модерка на точность смысла особо никакого не имеет. Потому что точность у нас в игре определяется чем-то, ну, непонятным. То есть и шанс того попадет снаряд или не попадет. Это достаточно такая история. Бабка надвое сказала. А вот если говорить про модерку на поворот орудий. Это вполне себе как бы такая неумозрительная вещь. И понимаешь, что орудия твои начинают вертеться там на столько-то градусов. Это никак не зависит от рандома, который Лесто тебе запихнет. И поэтому, возможно, возможно, перк именно на поворот орудий, ну, как бы, становится чуть более полезен и логичней. Чем перк на точность. Не перк модуля, прошу прощения. Да. Я тут пытаюсь еще думать, стрелять. И при этом еще вот что-то. Так, Эрон Дюка забирает Конга. Это хорошо. Ну что, Ашитака еще раз стоит к нам бортом. Даем еще один залп. И посмотрим, заколдована или очарована она у нас или нет. Сзади меня находится Нью-Йорк. Попадания отсутствует по Ашитаке, которая стояла бортом. В принципе, мне кажется, что там либо разработчики сидят, либо она заколдована. Либо одно из двух. Ну, просто очень странно, как это могло произойти. Вот сейчас, видите, под корму опять Нью-Йорк меня пробивает. Он и так мне шесть рублей забросил предыдущий залп. Так, надо чуть поменьше взять, потому что кораблик не самый динамичный. Ну и что ж. Мы, кстати, здесь остались одни, поэтому я с одной стороны подумал повернуть сюда, а потом с другой стороны думаю, да нет, пожалуй-ка я что-то как-то, наверное, на отворот здесь пойду. Это будет поинтереснее. Будем отворачивать и уходить в другую сторону, потому что давить смысла никакого здесь, естественно, нет. Мы сейчас будем разворачивать все свои прекрасные пушчонки. Вот. Это будет долгий процесс, но тем не менее. Самое интересное, что большую часть времени мне тут приходится кормой торговать, и это, конечно, не очень хорошо. Все-таки хочется как-то ближе к носу пострелять, чтобы поцинковать. Потому что уходить для Нельсона, я уже сказал, что это достаточно болезненная история, потому что можно потерять лицо, точнее не лицо можно потерять, а что-то другое при неудачном расположении. Прямо очень даже можно. Но пока ребята то ли не знают, что тут надо стрелять ближе корме, то ли просто не попадают в то же самое. Ну, как видите, урон проходит. Но, тем не менее, 28500 хп, которым мы можем восстановить, еще даже близко не наступили. Поэтому можем сейчас с вами спокойнейшим образом отходить и не париться. Вот. Видите, кстати, уверенные пробития мы даем по Йорку, даже в нос. То есть снаряды не сквозят там, не рикошетят, а просто вот пробитие. По-моему, это очень хороший результат. Но, опять же, на тоненького здесь идем. Малейшая ошибка и... Ты уже не мальчик. В смысле... Ну, вы поняли. Нью-Йорк там что-то не очень себя хорошо чувствует. То ли торпед наловится, то ли что. Уничтожаем мы старый Йорк. Теперь надо уничтожить новый. 47000 урона. Мало, конечно, не скрою. Ашитака уже убежала. Ну, Ашитака убежала, а Фурутака прибежала. Фурутака прибежала. Потеряла там штаны. Нет, это, мне кажется, про Майдадыра, про Фурутаку. Даем по Фурутаке и идем на сближение с Октябрьской революцией. Советую, кстати, пользоваться этим модом, который показывает количество возможных хп отхиливаемых. Очень такая полезная история. Особенно вот на британцах, когда тебя прям тянет нажать на кнопку. Но я понимаю, что не надо нажимать на кнопку. Но, как видите, да, танкуем. Сегодня мы с тобой танкуем. Нормально танкуем. Отворачивает у нас революция. Нет революции начала. Нет, есть революция начала. Конца нет революции. Сейчас посмотрим, кстати. Пойдем проверим, если конец революции или нет. Не попадаем в Фурутаку. Что, конечно, печально. Давай вот сейчас. Тац. Отлично. Ну, шикарно, да? Вот, к слову, о ребятах, которые кидают на Нельсни на фугасах. Вот такая вот история. Ну и опять же, ребят, казалось бы, вот все хорошо. Вроде и корабль там что-то урон наносит. Но это пятые уровни. Да? Пять тысяч урона. Двадцать тысяч. Мы все равно еще можем отхилить до хренища. Можно даже не париться на эту тему. Еще можно отхилить. Ого-го, сколько. Можно совершенно спокойно продолжить свое путешествие здесь. Не попадаем по Фурутаке. А надо бы попасть. А то сейчас ее Блосковица заберет. Может. Может забрать. Ну вот с фармом здесь все достаточно такое себе. Не очень. Кстати, большой плюс того, что пушки проворачиваются через нос, заключается в том, что вы быстро меняете здесь направление. И пушки меняют направление с вами. Исключительно только вот если через корму происходит вся эта история. Это не очень весело. Ну, походу, не заберу я Фурутаку. Наверное, Блосковица все-таки больше шансов ее добрать. Да? Может было, конечно, по революции жахнуть. Ну и надо было это делать. Не жадничать. А бить именно по реве. Ну, революция не пробивает нас. Мы можем запускать, собственно, здесь хилку совершенно спокойно. И на эту тему не париться. Идем догонять корабли вражеские. Надо все-таки успеть накидать дамаги. Ну, правда, три фрага тоже неплохо. Ну, и мы, кстати, тоже, как видите, не особо революцию пробиваем. Она по скорости примерно так же, как я. Там что-то 24 или 25 узлов она дает. Да, нет, мы пробиваем, но урода не наносим. Это, конечно, гораздо менее весело. Пробитие без урона. Это такая прикольная штука. Мне интересно, вот Ашитака, кстати, может там достаточно жестко прислать и революцию, и Петьке, особенно, которая стоит на точке. Посмотрим, получится у нее вытащить каточку или же нет. Мы, конечно, сейчас чисто в теории можем перейти на фугасы. И попробовать сделать то, о чем я говорил. Лять именно фугами. Ну, да, революция не хочет доворачивать борт. Поэтому нам придется переключиться на фугасные снаряды. И, ну, то есть, борт нам поворачивать, конечно, хочется. У нас даже пробития какие-то есть. Только вот урон что-то не завезли при этом. По идее, как видите, запросто танкуется та же самая революция здесь без каких-либо проблем, даже полубортом. Потому что, ну, позволяет, позволяет, да, наш с вами корпус вытанковывать. Сейчас попробуем немножко попасть. Попасть немножко. Ну что, разберем. Да, нужно разобрать. Я просто переживаю за ашитаку. Хочу, чтобы она еще пожила немножко. Вот. Хочу все-таки по ней тоже пострелять. Потому что у меня 68 тысяч урона. Но это урон основан по лоу-левел целям. И, как вы понимаете, соответственно, особого профита он мне не пронесет. Заряжаю следующий бронебойный снаряд. И готовлю сейчас попробую поджечь реву здесь. И уже буду стрелять в борт ашитаки. А может быть и не буду. Сейчас посмотрим. Она там с ревой, кстати, перестреливается. Непробитие фугасом. Чудесная палуба революции не позволяет ее пробить. Под таким углом я тоже ее пробить не могу. Не знаю, как с ней бороться здесь. Лосковица никак не может ее забрать. Ну и рева чувствует себя уверенно и красиво. А вот у меня такая здесь прям шикарная шитака идет. Прям стреляй не хочу. Но, правда, кто-то как-то шитака не очень хочет у меня пробиваться здесь. Безобразница. Надеюсь, что... О, есть пробитие. Ну ладно, это уже неплохо. Это уже неплохо. Подуки да осты, я думаю, что наверняка ее тоже здесь подберут. И нам, конечно, на сладкое не оставят. Или же нет. Хорошо дают, так уверенно. Ну, по ней закидывают. Давай. Давай. Вон идет хорошо. Ой, хорошо летит фугас по ней. Давай, 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 давай. Давай, давай. Есть. Так, ну что? Не подсосано. А что ты, Настя, говоришь глупости? Не подсосано, а забрано. Ответственно. Ну, как видите, дальность стрельбы здесь позволяет немножко безобразничать, бедокурить. Можем мы хорошо кидать далеко. Ашитака от меня уже не убежит. Вот, я думаю, опять же, насчет фугасов и ББшек. Ну, есть у нее вариант немножко пострелять по Петьке. Ну, Ашитака неплохо пробивается бронебойными снарядами. Собственно, и в любой проекции, потому что она крайне слабо бронирована. Даже тот же Петька, в принципе, при хорошем попадании мог бы ее угробить просто без каких-либо проблем. Но пока вот... Пока вот с хорошими попаданиями у меня тоже проблемы, потому что у меня как-то заколдовано, походу Ашитака, все вокруг нее ложится. А тут она тормознула немножко, и снаряды попросту не успели в нее. Ну, точнее, перелетели. Перелетик. Тут, конечно, сейчас заплюют всей компанией товарища. Ничего не оставит Турямович. Ну, пожалуйста, я же стрелял в нее. Я ее очень старался, честно. Дайте мне хоть кусочек, ну, маленький. Крошечный кусочек. Ой, Петька сейчас ее добьет. Ой, добьет. Он добился. Негодяй. Мог бы оставить. Пацаны, крахен горит. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Каковы итоги этого боя. 82 тысячи урона. Конечно, мы не сказать, что были суперполезны. Ну, в этом бою мы сделали то, что могли. Продавили направление. Немножко там народ подразвели. Покатали его туда-сюда. Ничего особо показательного в этом бою мы не сделали. Однако нафармили почему-то 403 тысячи серебра. Хотя мне кажется, что эта цифра явно завышена. Но, возможно, за фраги мне здесь отсыпали больше, чем могло бы быть. Потому что сам себе урон. Ну, хотя, с другой стороны, 82 тысячи против семерок-пятерок. Откуда с них было выбить и больше, там не отхилишь. Таким образом, ребят, Нельсон, в принципе, достаточно комфортный корабль для стрельбы. Как видите, мы здесь практически не использовали фугасные снаряды. Я люблю на нем играть. На ББшках, ну, 4600 всего набили. И даже ни одного пожара. Что касается фарма. На удивление, он фармит. Не знаю почему. Вообще, я думал, что это будет еле-еле 300 тысяч. Ну, фиг знает. Вот. Что касается всего остального. Есть уязвимости, есть проблемы. Но играть можно, если знать об этих проблемах и уязвимостях. Можно чувствовать себя достаточно неплохо и комфортно. Пишите, что думаете в комментариях по поводу Нельсона. Достойный ли корабль или стоит дождаться все-таки девятки. С вами сегодня Турямбыч. Ставьте лайки. Обязательно надо набрать тысячу лайков нам сегодня. Увидимся в открытом бою. До новых встреч. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok